Всем привет! Снимаю обзор на свою новую книжечку для девочки Вики. Такая там красивая яркая обложка получилась с красивой девочкой. Книжка у нас застегивается на молнию. Размер обложки 25 сантиметров на 23 и в толщину сантиметров 10-11. В общем открываем наш замочек молния и начинаем наше маленькое путешествие. На первой страничке у нас лабиринт совы. Большая и маленькая сова и внутри пуговки поменьше. Есть пуговки побольше размера. Они чуть-чуть отличаются. И мы ходим по дорожкам от одной к сове к другой. Потихоньку, потихоньку движемся. Так, здесь у нас в некоторых местах тупички, где пуговка не может пройти. Можно загнать. Вот они все эти рядышком в разных дорожках стоят. В общем так, первый цвет у нас коричневый. Здесь у нас разные фактуры на каждый цвет будет. Так, здесь у нас деревянное колечко, деревянная бусинка и мы пропускаем бусинку через колечко. Следующий цвет розовый. Бусинки двигаются у нас также через петельки. Вот здесь у нас есть застежка фастекс. Застегивается, расстегивается. Такая бусинка, которая соединяется из двух разных бусинок. И она тоже может проходить через петельку. Здесь у нас пирамидка, которая одевается на стерженек. Детальки все съемные. Здесь подсказка будет к количеству пуговок на детальки. И мы от большего идем к меньшему. Можно перевернуть пирамидку наоборот. Спросить у ребенка, правильно ли это. Следующий цвет у нас голубой. Бусинки здесь также двигаются, также разные фактуры. Ленточка развязывается. Здесь у нас есть большой ключ такой пластмассовый. Он может у нас завести вертолетик, который летает либо под облаками, либо над облаками. Вертушка у вертолета у нас вращается и вправо и влево. Маленькая тоже вращается. Здесь у нас есть облачье, которое никуда не двигается. Но оно такое вот объемное. И там внутри мелкие бусинки такие. На ощупь пощупать, что же там такое. У вертолета у нас здесь колеса. Есть окошки прозрачные. И он может спрятаться за облачком. Следующий цвет у нас черный. Здесь вот есть черное колечко. Надевается через петельку и на пуговку можно владеть. Здесь также разные фактуры. Здесь у нас тема космоса. Ракета летает. Звездочка комета и солнышко у нас отсюда. Их можно присоединить наоборот. И сделать потом под цвету все-таки, чтобы они соответствовали. Розовые к розовому, желтые к желтому. Они могут у нас вращаться вокруг пуговки своей. В ракете у нас летает собачка и летает котик. Котик там может двигаться. Он у нас в свободном полете в невесомости. И там у нас вшит магнит. И магнит вшит на луне и на острове здесь на планете, куда ракета может присоединиться. Он достаточно хорошо держит и ракета никуда не падает. Следующий цвет у нас серый. Также разные фактуры. Ленточка развязывается. Здесь силуэт узнаем чей-то. И у нас здесь уличное движение. Первое правило дорожного движения. Машины двигаются. Машины разные. Легковые, грузовые. Есть строительная техника. Есть пожарные машины. Есть пешеходные переходы на улице. Есть знаки пешеходных переходов. Есть на улице светофоры, которые нам сигнализируют, что нам можно переходить дорогу. Либо наоборот, что нам нельзя двигаться. Он должен стоять и ждать. Следующий цвет у нас оранжевый. Достаточно яркая страничка. Здесь у нас такая красивая конфетка бегает по ленточке. Так, здесь у нас оранжевый жираф. Он весь у нас там утопает в цветочках. Очень много пуговок пришито. На кустиках мы рассматриваем цветочки по цвету и по количеству. Здесь у нас есть гнездышко птичка сидит. Есть бабочки разные. За листиками прячется птичка. За листиками прячутся цветочки. Здесь на дереве растут яблочки. Это у нас два зеленых. Одно уже яблочко розовое стало поспело. Здесь у нас шнуровка. Здесь мы с ребенком работаем на перехват. То есть одну вставляем одной рукой, другой перехватываем. Шноручек пришить никуда не потеряется. Следующий цвет красный. Ленточки развязываются. Бабочка двигается. Фактуры разные. Здесь у нас мы считаем. Количество точек на божьей коробке. Здесь мы можем использовать как логопедические дорожки. То есть мы шагаем, проговаривая какие-то слова. Также мы здесь учимся работать молнией. Вот. И внутри у нас прячутся божьи коробки маленькие. Мы их можем посчитать и спрятать там. Следующий цвет у нас зеленый. Здесь у нас кустик клубники. Ягодки у нас растут на веточках и спрятались под листиками. Под листиками спрятались и божья коробка тут прячется. Тут бабочка, птички прячутся. Есть маленькая ягодка, есть средняя, есть большая. Здесь вообще такая большая ягода. Она игра и скалочка. Она отстегивается. Тоже работаем пальчиком. Ее можно отстегнуть и взять с собой самостоятельно, как самостоятельная игрушка. Вот здесь вот перебираем и еще пальчиком еще работают. Там крупные бусинки, пуговки спрятались. В общем, вот там тоже много всего спряталось и мы можем все это поискать, пошуршать. Здесь зеленый цвет, разные фактуры, разные ленточки, развязываются, двигаются. Вот следующий цвет. Страничка достаточно простая. Цвет желтый. Бусинка у нас двигается. Шнурочек тут тройной. Разные оттенки желтого цвета. Здесь у нас на полянке много-много цветочков. Один цветочек вырос прям вот такой вот большой. И в нем вот спряталась бабочка. Такая перетяжка здесь получается. Бабочка то вылетает наверх, то прячется внутри. Вот она снаружи спряталась вовнутрь. Следующий цвет фиолетовый. Здесь также разные фактуры. Здесь тоже есть застежка фастерской ленточки. Бусинка такая обвязанная, двигается. Есть такой вот прозрачный камушек. в виде сердечка. Бабочка у нас крылышки такие достаточно большие. В общем, она у нас никуда не снимается, не двигается. Она у нас может только вот таким вот образом полетать. Внутри она тоже вот красивая. Так, вот усики у нее тоже как-то двигаются. Вот. Изучаем красивые крылышки. Следующий цвет морской. Цвет моря. Ленточка развязывается. Бусинки также двигаются. Здесь вот тоже ее нужно соединить. Здесь вот трубочка есть, в которой вот можно спрятать вот эти бусинки. Вот они спрятались вовнутрь. Вот. Выглядываются снаружи. Пуговки разные. Если такой вот бочоночек, он как поплавочек такой плавает здесь. Так, здесь же у нас вот такой корабль есть, который вот он плавает там по морю. Он тоже на веревочке далеко не потеряется. В кораблике у нас есть кармашек, окошки, якорь, труба. Так, здесь же у нас страничка еще открывается, разворачивается, появляется остров. На острове такие красивые желтые камушки разные. Крабик на берег выбежал. Пальма здесь такая большая с кокосами. Внутри в острове у нас вот туда, вовнутрь, как в пещерку, могут заплывать рыбки. Вот у нас пять рыбок у нас разных. И один дельфинчик. Так, на удочке у нас тоже вот разные бусинки. Мы можем их считать, перебирать. И здесь у нас вшит магнит. И вот мы рыбок наших ловим. И мы можем их складывать в пойманную нашу добычу. Вот сюда вот корабль наш. Ловим следующую рыбку. Вот. У дельфина нету ни магнитика, ни внутри. Ничего. Его поймать нельзя, потому что, да, у дельфинов их не ловим. Мы их защищаем, оберегаем. В общем, все, наша рыбалка прячется вовнутрь в остров. В кармашек. Здесь у нас внутри тоже много всего чего там плавает и движется. Тут разные сокровища морские на дне. Здесь же вот двигаются у нас различные животные. Здесь вот есть препятствия такие. Вот он, например, не может подняться. И ему нужно вокруг оплывать. Вот так вот. Здесь рыбка пришита, не двигается. Здесь вот маленькие рыбки. Там, ну, все-таки большие подростки. В общем, вот такая вот шумелочка. Так, и кораблик мы обратно прикрепляем. Следующий цвет белый. Так, здесь у нас снег, айсберги, льдинки вот различные. Снежинки красивые. Все эти нежинки у нас разные. Этот сугробик он сушит. И за ним прячется за этим сугробиком просто медвежонок. Медвежонка можно посадить и в кораблик, чтобы он поплавил по морю, понаблюдал, рыбок половил. Так, и вот он у нас на кнопочке. Сюда обратно крепится. Наделаем цвете. Такая погромушечка у нас есть. Колокольчик. Цветочек-колокольчик. Здесь бусинка большая. Как стеклочка такая прозрачная двигается. И маленькие такие пряжки. Тоже двигаются по ленточке. Так, и крайняя страничка у нас такая девочка. Большая, большой-большой шляпки на полянке стоит. Здесь вот у нас мешочек есть рядышком. И у девочки в этом мешочке хранятся одежки. Ну, то есть мы можем ей одеть платьишко, например, шляпку. Можем шляпку поменять на другую шляпку. Можем платье поменять. В общем, одеваем нашу девочку. Красавицу. Шляпки разные. Можем менять ей как угодно. Можем одеть ей штанишки. Даже вот такая вот ремешок, маечка, жилеточка. Такая кепка-то даже у нее есть. Вот. Можно еще такой костюмчик одеть. В общем, у нее пять нарядов разных. Три платья и два костюмчика. Еще вот такая есть паричок. Как будто она такая лохматая девочка. Он тоже в шляпке. Так. Здесь вот у нас мешочек, в котором мы все это будем хранить. Здесь вот на последней страничке есть тоже кармашек, конпетчик. И тут тоже у нас прячется девочка. А не сказать, на? Вот. Ну, вот эту девочка я сделала в последний момент. Решила, что, наверное, раз у нас этот мешочек снимается. Здесь тоже есть такой вот крючочек. Мешочек снимается. То можно взять вот эти вот шляпки ее. Можно играть отдельно от книжки. Можно взять с собой, например. Куда-то пошли, не знаю, в поликлинику. Можно взять с собой, чтобы ребенок там чем-то был занят. В общем, вот так вот он закрывается. Мешочек стягивается просто. И все. Вот так же все эти одежки к ней крепятся. Вот такая вот у нее, в общем, появилась сестренка. В общем, вот мешочек цепляем обратно на крючочек. Ну, и здесь у нас книжечки все время находятся. Так, все. Наша история закончилась. Книжечку мы закрываем на замочек. Соединяем. Так, следим, чтобы наши ленточки там никто не выглядывал. Не мешали замочку застегиваться. Вот. Вот. И все. Вот такая вот книжечка. К этой книжке я сшила вот эту сумку специально. Девочка вот похожа. Только большая она, да? Вот. И эта книжечка у нас легко входит в эту сумочку. Вот. И будет нам храниться. Сумочка у нас закрывается на застежку. Вот эту кнопочку магнитную. И все. Вот так вот. Сумочку можно использовать отдельно. Можно в садик с ней ходить. В сложить необходимые вещи. Она достаточно большая. Большая она у нас. Сейчас я скажу сколько, не помню. Она у нас 30 сантиметров, по-моему. Да. Она высота 30 сантиметров и ширину 27 сантиметров. Ну все. Такая довольно-таки большая сумочка. Вот такая вот у нас получилась. У меня получилась работа. Все. Всем спасибо. Пока-пока.